Как взбодриться при весеннем упадке сил, побороть сонливость и вялость? Отличным источником энергии является кофе. Главное научиться правильно его готовить. О том, как сделать напиток максимально бодрящим и вкусным, мы решили выяснить у специалистов в этом деле. КОФЕМАШИНЫ Его предварительно помолоть? Да, предварительно его нужно будет помолоть. Важный момент. Приступать к приготовлению напитка нужно сразу после помола кофейных зерен. Если вы их измельчите и только через пару часов начнете готовить напиток, то он может получиться уже не таким ароматным и приятным на вкус. Спрессовываем кофе, чтобы было ровненько. Вставляем кофе в машину. Ожидать долго нельзя, чтобы кофе не подгорело. Приготовление эспрессо занимает 30 секунд. Стандартная порция эспрессо в кофе-машине – это примерно 30 мл кофейного эликсира. В идеале напиток должен получиться ароматным и плотным, а также обладать приятной сладостью послевкусия. Севда, а почему кружки для кофе стоят на кофе-машине? Кружки для кофе мы специально ставим на кофе-машину для того, чтобы кружки были теплыми, поддерживали температуру, раскрывали вкус и аромат кофе. Правильное эспрессо имеет пенку орехового цвета, вот как здесь. Напиток готов, я так понимаю. Напиток готов. По желанию можно добавить сахар. Подается эспрессо с атаканом теплой воды. Теперь приступаем к приготовлению еще одного любимого напитка кофеманов – капучино. Он идеально подходит тем, кто не любит в напитке ярко выраженные нотки кофейных зерен или не может пить чистый кофе без добавления молока. Что самое важное при его приготовлении? Самое важное – это соотношение молока и кофе. Если добавить больше молока, вкус становится нежным и мягким. Добавить больше кофе – вкус терпкий. Сварить капучино в кофемашине можно примерно за три минуты. За основу напитка Бористо берет кофе эспрессо. Затем наливает в питчер холодное молоко и при помощи капучинатора взбивает его. Теперь дело за малым – вылить взбитое молоко поверх эспрессо. Еще один способ приготовить кофе – заварить его в турке. Для этого нам понадобится 100 мл воды, фильтрованной, либо бутылированной. Кофе на одну чашечку – это две чайные ложки, сахар и плита. Многие ее готовят на песке, но мы будем готовить на плите. Кстати, бариста Севда Джирватова долгое время жила в Турции. Девушка знает не только все тонкости заваривания кофе по-турецки, но и национальные традиции, которые связаны с этим напитком. Когда приходит свататься жених к невесте, невеста готовит самый соленый кофе и подает ее жениху. И жених должен выпить кофе, не сморщившись. Этим он показывает, как он может выдержать ее сложный характер. Как говорит бариста, разницу между напитками из кофемашины и из турки сможет определить только кофейный гурман. Вкус и аромат очень схожи. А вот оригинальная подача эликсира бодрости и энергии действительно может удивить. Способов подачи кофе достаточно много. Но сейчас вошло в тенденцию подавать кофе в апельсиновой корке. Берем турку, наливаем кофе. Видите, пенка. Это правильно приготовленный кофе. Кстати, натуральный кофе обладает лечебными свойствами и препятствует развитию многих опасных заболеваний. Регулярное употребление напитка снижает воспалительные процессы в организме и не только. Считается, что кофе обладает желчегонным эффектом, поэтому улучшает ток желчи и улучшает обмен веществ в печеночных клетках. Также кофе в умеренных количествах благоприятно воздействует на головной мозг. И даже были мировые исследования, что предупреждает болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. А еще кофе содержит в себе такие микроэлементы, как калий, магний и железо. Однако злоупотреблять напитком не стоит. Чтобы не нанести себе вред, рекомендуют употреблять максимум две порции в день. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал ТВ Реутов.